В связи с распоряжением правительства о мерах, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции, трехнедельный карантин ввели также в Одесской юридической академии и Международном гуманитарном университете. Как отметил президент вузов, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов, на период до 3 апреля в университетах ввели дистанционное обучение, благодаря современным методикам, которые постоянно внедряются в учебный процесс. В сложившейся ситуации остров стал вопрос о проживании студентов в общежитиях. Более 90% молодых людей приехали учиться в юрокадемию из других регионов Украины. И даже на период карантина здесь созданы все условия для комфортного и безопасного проживания будущих специалистов. В частности, в общежитиях предпринимаются повышенные меры дезинфекции, подчеркнул Сергей Кивалов. И особо отметил, все, кто изъявит желание остаться в общежитиях, останутся. Этот вопрос рассматривался на внеочередном заседании ректората Одесской юрокадемии. Все иногородние студенты, которые не имеют возможности уехать в свои родные города на период карантина, могут остаться проживать в общежитиях. В девяти общежитиях университета с этих пор предпринимаются повышенные меры дезинфекции, а также дополнительно будут закуплены медицинские маски, термометры и в целом усилен режим безопасности. Более того, согласно обращению Министерства образования и науки Украины, в каждом общежитии будут выделены места для изоляции соискателей высшего образования с признаками острых респираторных заболеваний. Также нами будут проводиться профилактические мероприятия относительно предупреждения массового распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом и острых респираторных инфекций. Продолжится работа по информированию студентов, преподавателей и сотрудников. О том, как обезопасить себя и как действовать в случае заболевания. Также президент вузов Сергей Кивалов заявил, что на время общенационального карантина отменены все выезды за границу студентов и преподавателей, юрокадемии и Международного гуманитарного университета с целью прохождения стажировок и участия в программах международной академической мобильности. Карантин введен во всех структурных подразделениях Одесской юридической академии, в колледже, морском училище, Высшем объединенном училище сферы услуг, а также в подразделениях, которые находятся в Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске, Черкасах, Черновцах и Кривом Роге.